Самый мощный Porsche Cayenne отныне гибридный. Модификацию Turbo SE Hybrid получили и обычный Cayenne и Cayenne Coupe. Мощность рекордная в истории модели, но технически ничего нового в ней нет. Бензиновый мотор с двумя турбинами взят от модификации Cayenne Turbo, а электромотор мощностью 136 лошадиных сил и литиево-ионная батарея под полом багажника такие же, как на других гибридных Cayenne и Panamera. На электротяге можно проехать до 40 километров и развить 135 километров в час. Общая мощность гибридной установки 680 сил. Это больше, чем у кроссовера Lamborghini Urus, но динамикой разгона Porsche уступает. В базовую комплектацию включена пневмоподвеска, керамические тормоза и система подавления кренов. Заказы в России уже принимают и цены объявлены. Американская компания Resvani Motors выпустила второе поколение внедорожника Tank. Машина базируется на агрегатах Jeep Wrangler, который тоже недавно сменил поколение. От донора Tank получил усиленную раму, автоматически подключаемый полный привод и электрогидравлический усилитель руля. Стандартные двигатели тоже от Jeep, причем двухлитровый турбомотор идет только на экспорт. Заказать можно и V8, такой ставят на пикапы Ram. А на вершине гаммы компрессорная восьмерка от мелкосерийного купе Dodge Challenger Demon, вдобавок форсированная на 150 сил. Цена этой машины легко превысит 350 тысяч долларов, но и другие танки в среднем в 5-10 раз дороже джипов с аналогичными моторами.